Когда выкупают под застройку, а у людей там, например, ГСК. И суды раз за разом встают на сторону тех, кто является собственностью, на сторону застройщиков. Раз за разом люди проигрывают. Госдума во втором чтении приняла законопроект о гаражной амнистии. Это период, в который можно в упрощенном порядке оформить собственность индивидуальной гаражи и участки под ними, если права на эту недвижимость до этого не были зарегистрированы. Зачем вам это нужно? Во-первых, для того, чтобы потом спокойно распоряжаться своим участком. Наконец-то у вас появится объект, который вы можете спокойно, абсолютно через Росреестер, через договор купли-продажи взять и продать, и получить полную стоимость, а не какую-то там в карман или в конверт неполную стоимость. Документу еще предстоит пройти третье чтение – одобрение Совета Федерации и Президента. Но именно второе чтение – основное для законопроектов. В принципе, зарегистрировать в собственность частный бокс – это не так сложно. А вот приватизировать земельный участок под своим гаражом, что было бы логично, не удается уже в третье десятилетие. Причем процедура приватизации такова, что ее выполнить практически нереально. Если гараж построен до 30 декабря 2004 года, владелец не может зарегистрировать право собственности на такой гараж, потому что формально он не является вновь построенным сооружением. Но и выкупить не может, потому что земля под гаражом передана на неизвестных условиях, неизвестно когда и неведомо кому. В итоге, фактически, собственник гаража использует его на птичьих правах, рискуя лишиться его в любой момент. Во время амнистии приватизация станет возможной. Что вам понадобится? Самое главное, самое главное, это документы, подтверждающие, скажем так, вашу связь с объектом. Вашу связь с этим объектом. То есть документ, каким образом вы его получили, почему вообще именно вы обращаетесь, то есть как вы связаны с этим объектом. Это очень важно. Это важно и для тех, кто это государство получил, и для тех, кто купил, например, в УГСК. Соответственно, вам из технических документов нужна схема расположения земельного участка и технический план гаража. Амнистия стартует 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2026 года. Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.